доброе утро уважаемые коллеги как меня слышно откуда у нас сегодня слушатели давайте проверим связь слышно казань с нами москва амурск алтай приморский край снова москва псков иркутская область сыктывкар воронеж санкт-петербург владивосток челябинск оренбург город инта я видел до этого был биск алтайский край ростов и ростов-на-дону москва казахстан с нами снова международный вебинар череповец красноярский край екатеринбург сахалин курган есина или есина хабаровск ульяновск комсомольск намуре волжский лениногорск хорошо волгодонск тоже с нами во первых хочется пока вот приходит слушать и поздравить вас с наступающим новым годом поэтому такая рамочка пожелать вам удач творческих успехов а самое главное сохранение здоровья в нашем нелегком труде хорошо а сегодня давайте поговорим об эффективных методах приемов обучения диалогической речи на примере курсов enjoy english happy english.ru и new millennium english и обучающих компьютерных программ мы с вами увидим ряд видео захватов и так для начала давайте посмотрим что же такое диалог вспомним определение это разговор двух лиц один из участников разговора является инициатором коммуникации ее адресантом другой партнером по коммуникации и адресатом то есть это отношение адресанта и адресата собственно говоря какие же особенности диалога присутствует поскольку данный вид речи явно отличается как от монолога так от полилога ну в первую очередь это устная форма общения конечно же если это в письменной форме то все равно это отображается так чтобы было понятно что речь идет о устном виде общения краткость как мы все с вами прекрасно знаем в диалоге очень часто мы говорим краткими фразами обрывками вот но тем не менее в итоге все становится понятно конечно же спонтанность неожиданность поскольку нить разговора иногда сам сам не замечаешь как уходит совершенно в другую сторону либо в какие приобретает какие-то повороты либо просто обрывается так появляется и спонтанность неожиданность наша естественная речь от этого никуда не деться экспрессивность использования разговоров формулы клише конечно же речь в диалоге обязательно будет да то есть какой-то такой с поддержанной с движениями какой-то мимикой какими-то экспрессивными выражениями либо каким-то устойчивыми выражениями все это тоже должно быть выглядит достаточно странно когда в эмоциональном диалоге человек сохраняет абсолютное спокойствие свободно от строгих норм речи синтактическое оформление высказывания ну как уже говорилось речь идет о том что тут могут быть и ошибки не мешающие коммуникативно решение коммуникативной задачи тут могут быть какие-то части предложений которые в письменной речи никогда бы не столкнулись но и все остальное итак а какие же умения обеспечивают беседу что нам помогает вести беседу на иностранном языке грамотно и умело конечно же это должно должно быть стимулирование собеседника на высказывание то есть вот это умение присутствует что что может быть стимулирование собеседника это может быть вопрос это может быть рассказ о какой-то проблеме с запросом мнения собеседника это может быть какой-то вообще наводящий вопрос либо в принципе просто реплика реагирование на речевой стимул это уже ответная реакция то есть если вам допустим высказали какое-то мнение не спрашивает ваше мнение конечно же нужно ответить если вопрос то ответить на него все это ответ на реакция это умение должно обязательно присутствовать и конечно же умение развертывания реплики ответа то есть от краткого ответа который происходит обычно в начале либо подтверждает либо что-то опровергает до подтверждения своего мнения то есть это такой уже минимум аналог в диалоге давайте посмотрим как какие примеры в учебниках помогают нам развить эти умения и простимулировать речь и давайте посмотрим на enjoy english для второго класса на упражнение номер два покажи в какие спортивные игры ты умеешь играть пусть одноклассники догадаются то есть в игровой форме нужно что-то сказать они догадываются также можно посмотреть на упражнение 5 угадая в какие спортивные игры и не умеет играть треки задай ему вопросы нужно задать вопросы для того чтобы запросить информацию это стимулирует общение для уровня второго класса happy english точка ру для третьего класса тут уже будет чуть-чуть все интереснее сложнее задайте вопросы другу узнать как в его семье отмечают женский день потом ответь на вопросы другу запиши его ответы но во первых идет уже связь с праздником поскольку 3 класс уже более серьезной ступени обучения уже есть какие-то основы знаний плюс опять таки вопросов больше уже нужно записать ответ опять таки стимул для того чтобы задавать вопросы и выслушивать ответ поскольку тебе потом нужно будет отчитаться потому что ты услышал поэтому данное упражнение очень хорошо стимулирует идеологическое к идеологической речи в мире для второго класса тоже есть интересное решение там есть вот в упражнении 2 на странице 9 песня песни в виде диалога которая помогает нам как запомнить речевые клише такие устойчивые фразы структуру элементарного диалога знакомства так и собственно говоря это сидел пропеть и запомнить что же очень хорошо стимулирует и облегчает общение в виде диалога какие же приемы обучения собственно говоря существует ну есть два основных пути таких столпа введения диалогов ну в первую очередь это дедуктивный метод путь сверху вниз от диалога к усвоению его отдельных реплик и индуктивный путь снизу вверх потом аппроцессинг от отдельных реплик к диалогу давайте посмотрим как это все происходит и так дедуктивный метод включает себя вот как такие этапы ну во первых прослушать диалог с предварительным ориентирами наводящие вопросы истинные и ложные утверждения и так далее либо с использованием визуальной опоры то есть либо они слышат диалог либо они видят диалог также они к нему видят какие-то наводящие вопросы какие-то утверждения true false и либо еще что-то и уже дальше идет вот что следующий этап нужно прочитать диалог параллельно но это и вы очень часто сталкивается данными упражнениями мы с ними сталкиваемся прочитать диалог с пропущенными словами или опираясь на убывающую подсказку то есть есть какие-то подсказки это может быть там был из из выбора слов или фраз нужно вставить потом их становится больше либо меньше либо они вообще пропадают заполнить пропуски раскрыть скобки в диалоге тут все просто опять таки нужно это задание как и на смежное задание на грамматику где нужно выбрать нужный вариант чтобы получился диалог это приучать нас к тому чтобы правильно строить диалогическую речь воспроизвести диалог с частичным переводом восстановив опущенные фрагменты реплик и наконец диалог целиком тут вот что получается сначала мы воспроизводим чужой диалог а потом у нас следующий этап уже самостоятельно расширить реплики в диалоге сможем добавляем до делаем диалог более разнообразным взяв изначальную модель за основу и в самом конце нужно трансформировать диалог в свой собственный то есть от диалога образца приходим своему собственному диалогу на подобную тему с подобными выражениями и фразами очень хороший метод но индуктивный метод ничем не хуже далее посмотрим на него но прежде чем посмотреть на индуктивный метод посмотрим как все это происходит у нас в учебниках а учебников у нас присутствуют оба метода одновременно но давайте посмотрим сначала на дедуктивный и так enjoy english для третьего класса и обратите внимание на первое упражнение 35 страницы где даются нужно прочитать фразы в таком порядке чтобы получился разговор джима и джил за завтраком послушай проверь себя то есть сначала мы выстраиваем фразы так как они нужны им учимся строить правильно диалоги следить за логикой общение после этого уже во втором задании нужно прочитать с одноклассником разговоры между джимом и джилл параллелем и так далее дальше на три шестой страницы происходят все следующие этапы дедуктивного метода enjoy english для четвертого класса тоже есть подобное задание обратите внимание задание 16 и 17 16 задание нужно собрать диалог расставить предложение в правильном порядке послушать проверить себя все опять-таки идет мотивация на аудиирование на то чтобы внимательно послушать аудиозапись зачем затем прочитать диалог с одноклассниками то есть опять-таки параллелем а всегда в семнадцатом задании уже нужно представить что с одноклассником жители разных стран так как его это было в диалоге образца в шестнадцатом задании расскажет друг рассказать друг другу какая погода обычно бывает в этих странах в разное время года и собственно говоря это и будет уже созданием своего собственного диалога new millennium english тоже есть такие примеры их много и например давайте посмотрим сейчас будет чуть крупнее на упражнение 5 на странице 107 здесь нужно в парах задать и ответить на вопросы о каких-то необъяснимых феноменах есть диалог образец есть образцы вопросов нужно создать свой собственный диалог то есть все время мы возвращаемся к диалогической речи мы ее тренируем мы ее развиваем в мире для четвертого класса тоже есть интересное задание в игровой форме нужно прослушать и проиграть диалог где это задание четвертое то есть опять-таки идет и мотивация к диалогическому общению то что игры в школе очень очень сильно привлекают учащихся давайте посмотрим теперь на индуктивный метод с нами матвеев курган рядом с на границе с украины ну то есть все более и более у нас становится международный вебинар с нами часто и киргизии и казахстан вот так надо сделать меньше размер презентации хорошо сделали а пожалуйста индуктивный метод итак постановка задачи коллективное составление какие этапы собственно говоря входят индуктивными ну 1 этап этого становка задачи это коллективное составление диалогу под руководством преподавателя либо самостоятельно составление диалога этот этап Постепенно свертывается, со временем выпадает. То есть, в начальной школе мы его проводим, то в средней и старшей школе, скорее всего, мы уже к нему обращаться не будем. Далее идет ведение диалога совместно с учителем. Со временем также опускается, они ведут диалог между собой, у учителя уже не задействован. Самостоятельное ведение диалога учащимся. Следующий этап, где они уже сами ведут свой собственный диалог. Давайте посмотрим, например, как это происходит. Например, в миле, в рабочей тетради для второго класса, нужно прочитать и расспросить друга, и, соответственно, заполнить таблицу. Поставить галочки о том, у кого есть мяч, у кого есть кукла, велосипед и так далее. Мотивация есть, поскольку нужно заполнить таблицу. Интерес есть, опора есть, поскольку слова в таблице есть, и будут помогать составить свои вопросы и ответить на них. То есть уже со второго класса можно построить простой, но полноценный диалог. В миле для второго класса, уже в учебнике, есть второе задание, где нужно как сделать поделку, вырезать и сделать, так и провести по ней диалог, то есть объяснить, где в доме спряталась мышка. Например, вот так. Is the mouse in the bedroom? Девочка отвечает no or yes. Is the mouse in the bathroom? Yes. То есть она была в ванной комнате, то есть она прятает мышку где-то в доме, а второй ее одноклассник пытается определить, где же эта мышка есть. Ну, практически как морской бой игра. Но опять-таки диалог происходит, и мотивация тоже присутствует, что тоже очень важно. Чем больше мотивации, чем больше связи с реальной жизнью, тем интереснее становится диалогическая речь. Также в миле есть на странице 18, по-моему, для третьего класса, есть замечательное упражнение номер 2. Не нужно послушать, проследовать инструкции, затем создать свой собственный диалог. То есть в игровой форме мы приучаем к тому, чтобы ребята, учащиеся, создавали свои собственные диалоги. New Millennium English для восьмого класса, тоже есть интересное задание на диалоге. Сейчас отвечу на вопрос, а можно ли посмотреть презентацию еще раз после вебинара? Да, завтра она будет выложена на портале english-teach.ru в соответствующей теме. Конечно, можно, и видеозапись будет там же. Итак, давайте посмотрим. На задание номер 2. Нет, sorry, чуть-чуть мелковато, сейчас немножко увеличу опять презентацию. Ага, на задание 3-е B. Нужно посмотреть на картинку и историю, и в парах задать и ответить на вопросы. То есть это задание очень похоже на задание из ЕГЭ части говорения в одиннадцатом классе. Ну и также она развивает диалогическую речь, конечно же. И в первую очередь. То есть нужно задать какие-то вопросы по картинке, по тексту, ответить на них, проиграть. Итак, давайте посмотрим дальше. В happyenglish.ru для шестого класса, на странице 168, мы с вами видим задание номер 6, где в парах нужно задать вопросы, ответить, и с целью выяснения какой-то информации. Тоже интересный прием. Если нужно выяснить в ходе диалога какую-то информацию, то это сразу вызывает интерес и, собственно говоря, мотивирует к диалогической речи. Итак, да, презентации по электронной почте мы не высылаем, они в свободном доступе. Вы их можете увидеть на портале englishteach.ru со всех вебинаров, прошедших у нас. Итак, в парах нужно спросить и ответить на вопросы и выяснить вот какую информацию. What does your friend's mother look like? Who does she look like? What does your friend's father look like? Who does he look like? То есть нужно в ходе вопросов описать своих родственников и своих друзей. Также дается модель и сверху даются примеры того, как это все происходит. То есть всячески облегчается создание данного диалога. Все трудности сняты. Итак, давайте посмотрим на happyenglish.ru для 11 класса. Там есть такое задание, 14-е. Work in past, discuss the following. То есть нужно поработать в парах и обсудить что-то, подискутировать. Лиза очень расстроена из-за того, что она выяснила, что британцы не совсем британцы. Нужно дать причины, за и против, то есть найти аргументы и контраргументы. Данное задание очень хорошо помогает подготовить к эссе в части ЕГЭ, поскольку там нужно приводить аргументы и контраргументы. И также развивает навыки диалогической речи, поскольку дискуссия очень сильно побуждает диалогическую речь, очень сильно ее развивает, поскольку чаще всего появляется азарт, хочется доказать свою точку зрения. В enjoyenglish для третьего класса мы можем увидеть вот такие примеры на диалогическую речь индуктивным методом. Это будет, например, задание 6. Как я вам говорил, дедуктивный и индуктивный метод очень связаны. Если мы с вами смотрели на первое задание чуть ранее, и второе внизу страницы 35, то теперь смотрим на задания 5 и 6, где нужно создать, собственно говоря, изначальный диалог. В пятом задании снимаются трудности. Даются примеры ответов. Как ты думаешь, что ответил крокодилу или пытному слоненку? То есть даются примеры ответов. Дальше, в шестом задании нужно уже ответить на вопросы любопытного слоненка. Даются примеры вопросов. В седьмом задании нужно задать слоненку собственные вопросы по модели. Ну и можно, собственно говоря, и ответить на них. Все трудности сняты. Модель тоже помогает снять трудности. Мы учимся задавать правильные вопросы и уметь отвечать на них. В четвертом классе давайте обратим внимание на страницу 102 на упражнение 7, где нужно задать своему однокласснику и спросить его о том, что он любит, либо не любит делать в течение урока. Вопрос очень интересный, вызывает бурный интерес учащихся и, собственно говоря, побуждает к идеологической речи. И, собственно говоря, поскольку есть пример, то вопросы чаще всего они задают правильно. Ну и отвечают на них правильно, потому что тоже есть примеры и образцы. Уважаемая Ольга, вижу ваш вопрос, с удовольствием отвечу на него в конце вебинара, если вы его заново зададите, поскольку он не совсем относится конкретно к данной теме вебинара. Но я на него отвечу. Итак, давайте посмотрим дальше. И обратимся к Enjoy English для 10 класса, к странице 127, где нас интересует упражнение 6. Где нужно в парах или группе, это будет уже полилог, обсудить следующие вопросы, сделать какие-то пометки в своей дискуссии и подвести итоги, собственно говоря, данной дискуссии. Какие же вопросы у нас заданы? Речь идет о интернациональных праздниках, международных праздниках. Тема очень интересная, поэтому, собственно говоря, предлагается ее обсудить. Что еще очень важно, и это будет являться тоже интересным приемом при обучении диалогической речи, это показать вариативность ответов. Например, вот в такой таблице. I like this book very much. Какие могут быть ответные реплики? So do I, либо мы согласились. What is it about? Либо мы задали вопрос. И, собственно говоря, дали мостик, ниточку к продолжению диалога. And I don't. Мы отрицаем просто данное высказание, наверное, что мне не нравится эта книга. И, собственно говоря, подвели итог данной части диалога. То есть очень важно показать, что мы всегда можем найти выход и продолжить диалог. Как это происходит в учебниках? Например, в New William English, для восьмого класса, есть задание четвертое А, где нужно посмотреть снова на диалоги, представленные ранее, и заполнить таблицу выражениями, которые используют подростки. Какие, собственно говоря, выражения, группа выражения нас интересует? Те, которые дают согласие, это первое. Те, которые дают согласие или не согласие, и показывают что-либо. Вот, собственно говоря, данное упражнение очень хорошо помогает показать вариативность ответов в диалоге. И также помогает набрать клише, которые, собственно говоря, будут помогать вести свой собственный диалог. В ОКП, в Enjoy English для десятого класса, я вот сделал скриншот, также есть спайдерграмм, помогающий показать вариативность ответов в диалоге. В данном случае нужно распределить слова по темам, либо это спорт, либо это одежда. И, собственно говоря, это помогает в диалоге, когда нужно быстро реагировать, резко реагировать, набрать какие-то фразы, либо слова, которые помогут создать, собственно говоря, диалог. А давайте посмотрим, как можно с помощью ОКП обучать диалогической речи. Своего рода тоже будет прием. И давайте посмотрим на ряд видеозахватов. И начнем с видеозахвата из Enjoy English для девятого класса ОКП, где нужно расставить в правильном порядке фразы. Как мы видим, диалог, который перемешан, все фразы стоят не на нужном месте. Девятый класс, задание сложное, быстро выполнить его нельзя. Соответственно, учащийся в данном случае пытается его восстановить, понять логику текста. И также ему нужно понимать смысл, о чем здесь написано. Если у вас нет звука, то, соответственно, перезагрузите, либо заморозьте видео со мной. У кого пропала презентация, сейчас появится видеозахват. И так, как мы видим, потихонечку учащийся расставляет данный диалог по порядку. Потом его можно прочитать пароля. Восстанавливает цепь событий. Учится вести правильно и логично строить свои собственные диалоги. Если все правильно, то... Итак, давайте посмотрим на следующий видеозахват. Он будет из happyenglish.ru для седьмого класса. Давайте посмотрим. Итак, мы в восьмом юнити. Открываем раздел test yourself. Можно проверить учащегося, как он умеет это делать. Здесь нужно уже из... Также из частей собрать диалог. Причем проверка идет сразу, по частям. Если не верно, то нам говорится, что все верно, подтверждается. И постепенно мы разобрали предположение и получили... За это подарок. От рассвета до заката в город. Итак, давайте посмотрим на следующий видеозахват. Он будет также из happyenglish.ru для седьмого класса. Это будет упражнение 6. Все эти примеры из ОКП к учебникам. Здесь мы видим сразу весь диалог. Его нужно расставить по порядку. Как это бывает, нам нужно сделать в учебнике. Форма представления похожа. Но мы не рисуем стрелочки. Мы, собственно говоря, в итоге должны увидеть полноценный диалог в письменном виде. Вот Светлана Анисимовна пишет, что у меня это угу, дети потом регулярно практикуют. Но мы же тоже с вами, когда соглашаемся, говорим. Если все верно, загорается синим, появляется какой-то видеофрагмент. Итак, давайте посмотрим на следующий пример с happyenglish.ru для девятого класса. Из раздела практики упражнений 13, где нужно сопоставить вопросы и ответы. Да, то есть это будет такая, блиц-опрос-диалог. Также проверить свои странновеческие и общечеловеческие знания. Как вы видите, задание достаточно сложное, поэтому выполняется не быстро. И если все верно, мы нажимаем кнопку «Чек» и видим, что картинка появилась. Предоставлен. Хорошо. Немножко так расскажу, пока у нас у многих подгружается. Так, а напишите, пожалуйста, когда закончится предыдущий ролик у вас. Да, в конце вебинара, конечно же, будет дана ссылка на скачание сертификата. Итак, давайте посмотрим на следующий ролик. Он коротенький, тоже нужно собрать диалог. А, здесь нужно не диалог собрать, а письмо. Это задание как нам помогает подготовить к части ГИА, ОГЭ, теперь уже письмо. Так и показать, как можно мини-монолог рассказать в, собственно говоря, диалоге. УКП идет в комплекте с учебником, но покупается отдельно самостоятельно. Все УКП можно приобрести в интернет-магазине издательства «Титул». Также в книготорговых организациях. Следующий пример будет из мили для четвертого класса. Давайте посмотрим на него. В данном случае нужно стрелочками показать, где будет правильный ответ на вопрос. Секунду, соскочил. Итак, еще раз посмотрим. Значит, здесь нужно найти правильный ответ на вопрос. Стрелочками подрисовать. Как раньше мы с вами рисовали в книжках, теперь это в книге портить не надо. Ну, к сожалению, почему-то не хочет показываться до конца, но суть мы поняли. Нужно нарисовать стрелочки. Если все верно, то появляется картинка. Давайте возьмем еще один пример из Enjoy English для пятого класса на диалогическую речь. Здесь уже задание будет более сложное. Много вариантов, много фраз. Фразы все развернутые. Проверка постепенно. Светлана Анисимовна пишет тоже интересный пример. Например, чтение письма очень помогает организовать свою диалогическую вещь. Если анализировать их, акцентировать внимание на диалогических аспектах, то есть пригодного для диалога. Я часто предлагаю создать диалог по тексту. Это будет дедуктивный метод в чистом виде. Если у кого-то нет картинки, то она чуть-чуть попозже подгрузится. Все зависит от скорости интернета, от передачи данных. Хорошо. Давайте закончим. А, нет, у нас есть все-таки еще один пример. Нам аналогическую речь, которая может быть частью диалога. Давайте посмотрим. Это будет пример по модели. Нужно прослушать предложение. И собрать его модель. Да, например, из УКП для Enjoy English. Четвертый класс. Таких заданий много. Учит правильно строить предложение. Если все верно, проверили. Нажимаем. Кнопка. Что-то можно исправить. Вот что-то не понравилось учащемуся в его ответе. Можно заново прослушать предложение. Поставили точку и нажали. Еще раз прослушали, проверили. Убедились. И нажали кнопку чек. Если все верно, то мы видим картинку. Начальник школы. Очень оживляет урок. В хорошем смысле этого слова. Итак, давайте снова вернемся к презентации. Мы с вами увидели, что обучающая компьютерная программа помогает нам развивать как монологическую, так и диалогическую речь. В тех или иных формах. То есть это тоже можно применять. Давайте посмотрим, что еще интересного есть у нас. Можно применять ролевые игры в обучении диалогической речи. Ролевая игра – это своеобразный учебный прием, при котором учащийся должен свободно говорить в рамках заданных обстоятельств, выступая в роли одного из участников иноязычного общения. Тут я немного повторюсь. Я об этом говорил ранее, что ролевые игры помогают снять языковой барьер. Говорить не отсвелся очень приятно. Очень привычно учащимся, поскольку мы все используем ники в социальных сетях. Поэтому это очень раскрепощает и облегчает общение. Какие же этапы включает себя ролевая игра, применимая к диалогической речи? Во-первых, ознакомление ситуации. То есть мы знакомимся со своими ролями, с тем, к чему должен прийти, либо какие этапы должен пройти диалог. Дальше идет постановка задач, какие проблемы мы должны решить в форме такого диалога. И уже инсценировка, то есть озвучивание самого диалога по ролям. Давайте посмотрим на пример из мили для четвертого класса. И обратимся к упражнению четвертому на странице 19, где как раз пример такого задания и есть. Choose a role and act out your dialects. То есть нужно выбрать роль и смоделировать свой диалог по ролям от чего-то лица. Также идет разделение по группам, то есть диалоги будут не одинаковые, нужно выяснить разные вещи. В данном случае это будет как пройти к цирку, из парка к цирку, в кино и в больницу. То есть разные учащиеся будут создавать разные диалоги по карте, показывать, как куда пройти. В Джоинглаже 9 класса тоже есть такое задание, вообще во всех линейках есть ролевые игры, помогающие облегчить и развить диалогическую речь. В данном случае нас интересует упражнение 6, где нужно создать свой собственный диалог между родителями и детьми. То есть это будет либо мама с дочкой, либо отец с сыном, либо еще в каких-то вариациях. Дается, опять-таки, дополнительная информация, объяснение, и нужно это, собственно говоря, проиграть. Скажу вам честно, сколько раз замечал, учащиеся старших классов, 9, 10, 11, с удовольствием входят в роль родителей и детей, и с удовольствием, собственно говоря, проигрывают такие диалоги, обсуждают данные проблемы. Да, ОКП можно применять и с другими учебниками совершенно спокойно, отвечая на вопрос надежды. Итак, давайте посмотрим дальше. Например, еще на следующий пример. Итак, есть еще такой прием «горячий стул». Это, собственно говоря, еще можно назвать пресс-конференцией. Ситуация жизненная. Представляет собой творческое ролевое задание в качестве эффективного инструмента для обсуждения проблемных вопросов, взаимообмена информацией. Это, кстати, тоже вид игры. И, собственно говоря... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...